Нынешнее состояние киноиндустрии и так не назовешь легким. После потрясения, перенесенного в прошлом 2020 году, большие студии с трудом еле-еле приходят в себя. Множество новинок, в том числе и крупнобюджетные премьеры, оказываются убыточными, а объемы кинорынка еще и близко не приблизились к докризисным показателям. В таких вот непростых условиях, как гром среди ясного неба, прозвучала информация, что с 18 октября в Голливуде начинается долгосрочный страйк работников киносферы, которые поставят под удар множество будущих проектов, в том числе, например, новый сезон Мандалорца, Аквамен от DC, новинки от Марвел и многие другие. Удалось ли избежать катастрофы, до чего договорились стороны и почему ситуацию все еще нельзя называть полностью безопасной, а также чем это грозит. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. А теперь по порядку. Вообще всяческие страйки и забастовки, в том числе для работников киносферы, не новые сами по себе, но в последнее время ситуация стала просто выходить из-под контроля и приобретать на самом деле пугающие черты. Дело в том, что представители теле- и киноиндустрии, в частности, трудящихся в Голливуде, а также для множества потоковых сервисов, уже давно не устраивают условия их работы. Колоссальный разрыв в зарплатах, которые получают топы индустрии, скажем, те же актеры, режиссеры или продюсеры, и то, что зарабатывают люди, которые сутками напролет пилят CGI или делают другую тяжелую и нужную работу. Кроме того, смены прямо сейчас в индустрии могут достигать 12-15 часов напролет, ну и так далее. Требований там на самом деле немало. Так вот, по всем вышеизложенным причинам и не только, в последние месяцы в борьбе схлестнулись две невероятно влиятельные и могущественные в Голливуде организации. Альянс продюсеров кино и телевидения и Международный альянс работников театральной сцены с другой стороны. После того, как долгие переговоры сторон зашли в тупик и прекратились в начале октября, Альянс работников сообщил, что с ночи 18-го числа члены организации, а это на минуточку более 60 тысяч человек, начинают страйк, который продлится не менее трех месяцев. Чтобы вы понимали масштаб происходящего, скажу, что подобного рода массовых забастовок со стороны Международного альянса работников театральной сцены не было за всю историю этой организации, то есть за более 120 лет. Кроме того, такое число людей в киноиндустрии одновременно не бастовало еще никогда. А кроме того, трехмесячный страйк попросту мог бы убить множество готовящихся сейчас фильмов и сериалов. Ведь остановка производства на четверть года это не только мультимиллиардные убытки и срыв всех графиков, но также и выход из всех бюджетов, что в текущих обстоятельствах означало бы срыв как минимум части из будущих премьер. И если еще такие проекты, как тот же второй Аквамен от Ворнеров, новинки Марвел и другие крупные истории возможно выстояли бы, то многие другие фильмы просто не выдержали бы удара. Хотя с большими блокбастерами там тоже неизвестно, ведь их бюджеты самые крупные и простой им стоил бы дороже всего. Как бы там ни было, а пока что катастрофу, к счастью, удалось предотвратить и буквально в последний момент представители сторон нашли более-менее общий язык. Как минимум на уровне того, чтобы не рубить с плеча и не начинать, то последствия, чего предугадать никто не может. Так что, как заявил президент Альянса работников театральной сцены Мэтью Лоуп, цитирую, «Это голливудский финал. Наши члены стояли твердо, они крутые и сплоченные. Мы соперничали с некоторыми из самых богатых и влиятельных, развлекательных и технологических компаний в мире, и теперь мы достигли соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения, которое удовлетворяет потребности наших участников. Солидарность — это больше, чем просто слова. Это способ добиться цели». Правда, тут нужно отметить, что хотя сделка предотвращает забастовку в ближайшем будущем, контракт все еще нуждается в ратификации, и это может продлиться как минимум пару месяцев. Более того, если Альянс продюсеров в массе своей проголосует против, а это вполне возможно, то угроза забастовки вновь выйдет на первый план. Итого получается, что сейчас мы наблюдаем всего лишь шаткое перемирие, которое может быть сорвано в любой момент. И если это в самом деле произойдет, боюсь, что в первую очередь голливудская индустрия будет отброшена назад не просто на годы, как сейчас после коронавируса, но уже и на десятилетия. Правда, это совсем другая история, и надеюсь, что до такого дела не дойдет. А вообще посмотрим, как будут развиваться события дальше. Если вы не хотите ничего интересного пропустить, прямо сейчас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пока-пока.